следующий очень тоже интересный момент я на самом деле не ожидал что с таким столкнусь в ходе всего этого исследования но давайте вспомним когда указывал на молекулярную структуру пластацианина она представляет из себя по сути пятиугольник в который можно вписать пентаграмму и в виде которой построен пентагон я вам это показывал на предыдущих фото вот так выглядит под микроскопом молекула гемоглобина красный цвет понятно потому что у нас красный тельца по факту ребят я честно признаюсь что это за символ мне долго думать не пришлось это буквально было минут пять это опять же древнеславянский символ квадрат сварога для тех кто более-менее пространственным мышлением обладает вы сможете даже посмотрев сейчас на это символ да и обратно включая картинку гемоглобина вы примерно можете увидеть что они полностью совпадает если этот квадрат сварога вписать вот сюда молекулу я специально для вас это сделал для наглядности чтобы показать насколько хорошо все это дело вписывается и заметьте сам символ тоже красного цвета я заранее подготовил картинку и сейчас вам покажу все что мне нужно было сделать это лишь уменьшить размер квадрата сварога чтобы вписать его вот сюда он полностью повторяет молекулу гемоглобина то есть основа нашей с вами крови но если вы прочитаете про значение этого символа все становится гораздо интереснее квадрат сварога в одном из своих значений описывается как символ грубо говоря связи славянских родов то есть вообще по факту сварог это древнеславянский бог который создал все то есть единый дворец и насколько ли нас не знаю насколько вы считаете но по моему это ультра гениально сделать также символ виде структуры молекулу нашей крови также как это сделали те ребята только израиль в своем флаге этого не скрывает а у нас эти символы давно запрещены и забыты якобы как языческие а теперь к слову о развитости древних цивилизаций вы можете понять насколько была развита наша цивилизация что у них были знания о молекулярной атомарной структуре нашей генетики полностью биологии ну что ж друзья я вам хотел пожелать мира и добра как обычно не верьте меня на слово вообще ни в коем случае не верьте возьмите все перепроверьте потому что вдруг я с ума сошел а вы меня смотрите поэтому еще раз всем мира и добра подписывайтесь на канал и 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 их и и и и и и и и и Я тут имею в виду и мед, и маточный молочок, кода, и цвета пыльца, прополис, перга, сам, собственно, воск и так далее. Как они действуют на организм человека, если мы их будем применять, потреблять или лечиться ими, и так далее, и так далее. Итак, ну, пчелы, вы все знаете, как выглядят пчелы, да, помните. Ну, некоторые тут не знают, но в основном так вот. Вот я картиночку сделал, чтобы кто-то вспомнил, а может быть, когда человечество исчезнет, или там это, ну, пчелы исчезнут, хотя бы будут знать, что существовали вот такие насекомые, да. Пчелиные соты, в которой каждая ячейка, вот смотрите сейчас, с космосом, а сейчас опять с мирозданием все будет сталкиваться. Пчелиные соты, в которой каждая ячейка шестигранная пиризма является не только копией объемного безграничного энергокосмоса, копией, но и прочным, пластичным и компактным вместилищем, точно так же, как наши кровеносные сосуды, легкие, печень, поджелудочная железа и другие органы, железы, ткани и системы, состоящие из шестигранных клеток, которые не просто способны расширяться и вновь сшиматься, как вдох и выдох, и претерпевать огромные нагрузки, но и не разрушаться клетки наши, понятно, для чего это они вот так могут раздвигаться, и опять, они же объемные, они же не плоские, как мы рисуем, чтобы не разрушались. И ведь, ну не рвались, не разрушались, и ведь такую объемную шестигранную форму или сетку имеет все структурные элементы и соединения органической химии, белки, жиры, углеводы и так далее. И неорганические, типа вот зимой снежинку ловишь, они, правда, все разные, но они шестигранные, снежинки, алмазы, графит, молекулярная структура там, да, решетки, кварц и многие другие минералы и растения. Кварц даже растет шестигранниками и внутри молекулярная структура шестигранная, там атомонарная и так же это самое. Выходит, безграничная космическая энергомасса все время нам говорит, вот сейчас буду читать, что говорит нам космическая энергомасса, космос что нам говорит и предупреждает. Говорит, показывает и подсказывает, что мол, я не только безгранична, космос говорит, я не только безгранична и имею объемную шестигранную энергоформу, которая вмещает все бесконечное множество и разнообразие всех шестигранных, равносторонних и прямоугольных энергоформ и энергообъектов, энергопредметов и энергосистем, как бесконечно малых, так и бесконечно большие. И что вам? И что вам, то есть в человечеству, достаточно будет внимательно рассмотреть и как следует изучить один из многих объёмных шестигранников, малый или большой, не имеет значения, это одно и то же. Как вы не только познаете и поймёте, как устроены вечные и бесконечные энергии в мироздании, то есть понятно, да, как я дышу, то есть космос говорит, как я дышу, чем живу, кто и как мной направленно управляет, трансформирует и преобразовывает, но и полностью осознает, что вы и есть те самые разумные энергобоги, которые изучают меня как себя и по своему желанию творят со мной и с собой, что захотят, так как являются разумной частью всего моего бесконечного состояния и содержания.